всем привет недавно в ланком вышла весенняя коллекция и все они конечно же наслышаны благодаря старт продукту розе хайлайтеру я понимаю что на ютюбе наверное миллион уже таких видео и отзывов но когда я все-таки отхватила себе эту розу я поняла что я не могу не поделиться своим мнением своим впечатлением упакована она вот такую коробочку в принципе стандартная коробка для продуктов ланком внутри находится еще одна коробочка такая кругленькая виде шляпной я так понимаю что это ретро упаковочка лиза элдридж показывала прототип этого продукта какая-то там роза в каком-то бог знает далеком году вышедшая и она фактически повторила ее только новом варианте вот так эта розочка выглядит внутри девчонки что сказать но это же вот вот реально произведение искусства я смотрю лиза элдридж когда стала сотрудничать с ланкомом вообще много всяких интересных вещей выпускает и причем вещей в стиле ретро что я очень очень люблю и смотрю у нас так очень совпадает с ней вкус и я ее и книгу читала о истории косметики сразу скажу что совершенно шикарная книжка не похожа ни на одну другую не бобби браун не любых других визажистов потому что видно что в этой книге проделана огромнейшая работа очень много полезного и интересного материала и очень тери много интересных фотографий и я поняла что лиза элдридж как и я очень очень любит ретро продукты но вернемся к розе розочка сама сделана я даже не знаю с какого-то материала и сверху на ней напыление напыление хайлайтера она не пахнет ну так чуть-чуть совершенно какой-то такой незначительный запах я даже сказала что она практически без запаха к этой розе мне предлагали купить специальную кисточку когда посмотрела на эту кисточку я поняла что она фактически один в один вот с такой которая продавалась вместе с пудрой шанель и вместе по моему меня с хайлайтером dior такая же точно есть я подумала что зачем мне еще одна я своей какой-нибудь воспользуюсь сейчас я делала макияж не не использовала хайлайтер хочу вместе с вами попробовать нанести его веренную кисть я сразу отметаю потому что тут будет ей неудобно пользоваться хотя я веренную кистью больше всего люблю хайлайтеры наносить попробуем взять вот такую кисточку от мак и нанести ею видите она пылит это роза достаточно сильно я бы сказала не знаю заметно на камере нет но такая пыль летит сейчас попробую нанести по моему по моему результата ноль ну давайте попробуем той кистью который в принципе и предполагается наносить этот продукт опять таки пылит здорово но набирает вроде бы больше ну вот результат я уже вижу не знаю видно на камере по моему так гораздо лучше получается я надеюсь что все это видно в кадре сейчас мы нанесем и на вторую щечку вот таким образом это получается все этой кистью действительно получается нанести гораздо лучше гораздо интенсивнее хайлайтер достаточно легкий с ним вы новогодней елкой вы точно не будете потому что здесь очень очень мелкий шиммер но наносить вам придется в несколько слоев чтобы был виден результат подводя итог хочу сказать если оценивать эту розу как хайлайтер то хайлайтер такой достаточно легкие естественные я бы сказала дневной если оценивать это как произведение искусства то конечно несомненно шикарно я считаю что данный хайлайтер больше приносит эстетического удовольствия девочки если вы хотите что-нибудь красивое шикарное для коллекции то мое несомненное да покупайте но если вы хотите шикарный хайлайтер я думаю стоит обратить на другие продукты лично я купила и абсолютно об этом не жалею с удовольствием буду и пользоваться и любоваться на этом все и